и на ирина 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 здрасте андрей скажите алтарь нужен каждому в семье или один на всех один на всех маргарита бондаренко андрей андреевич я мысленно обнимаю отца но мы ругаемся на ровном месте что я могу еще сделать эзотерическим способом для хороших ровных отношений говорите ему хорошие слова также всегда помните что если у человека плохое настроение возможно он болеет и возможно он просто привык реагировать на все хорошее вот с таким лицом и так далее вы поймите как бы человеку не было плохо и как бы человек не относился как бы чтобы человек не делал не нужно думать что внешнее проявление является стопроцентным проявлением как говорил свое время гурджиев который говорил о том что каждый человек может жить либо своей персонифицированной жизнью либо навязанной своей жизнью с навязанным поведением он говорил о том что человек который живет как бы с навязанным поведением реагируя на какие-то элементы навязано он не может видоизмениться и после того когда человек так живет он может любить вас обожать вас стараться для вас что-то делать но ведет себя как какашка и ничего с этим сделать нельзя говорить или произносите себе периодически такие слова говорите я все равно люблю этого человека то есть самое важное я не не говорю что нужно все терпеть нужно ходить холодным нужно ходить ни на что не реагировать и так далее можно ругаться и можно обсуждать и можно обижаться но я вас прошу не делаете это больше 20 секунд или двух минут или ладно 20 минут побурчали помирились понервничали друг друга за ручки подержали утром просыпаетесь если легли спать и друг друга ненавидите обнялись понимаете учитесь этому это хорошо это созидание создает это любовь таким образом не будет неприятностей это хорошо каким бы он ни был можно утром обняться вы понимаете пусть бурчит пусть все что угодно делать главное что живой пусть бурчит все что угодно делает главное что он живой не умирает не корчится не ходит под себя и так далее а то что бурчит с этим можно прожить ничего страшного мы все люди необычные у одного давления у другого геморрой третий слепнет у четвертого позвоночник болит но мы всегда независимо ни от чего мы не можем сдержаться мы можем бурчать можем сказать не нравится можем отказываться от еды вытаращивать глаза или даже орать но мы всегда должны относиться и помнить о том что мы-то друг ради друга собственно говоря живем и таким образом в семьях да нужно относиться к тому человек который орет а он орет уж ему плохо его нужно в этот момент понимать сказать ничего страшного и так бывает ну не нужно вот так и делать знаете там когда кто-то кричит и у меня спрашивает ребенок почему кричит я говорю ну наверно плохо себя чувствует и после этого когда человек кричит и к нему подходит ребенок говорит там мама бабушка или там кто-то ты плохо себя чувствуешь давайте ножку поглажу чтобы человек если с детства научить детей понимать что крик на кого-либо или даже на ребенка является следствием того что человеку больно плохо чувственно или морально то у ребенка формируется желание помочь этому человеку запомните крик даже когда человек с вытарочными глазами горит я тебя ненавижу отстань задолбала уже крик это является элементом когда человек фактически говорит помоги мне я одинок мне нужна твоя помощь я не чувствую заботы вот вот видите вот так это выглядит просто слова другие